КОНЕЦ Какие обстоятельства? Можете пару слов сказать? Еще пока мы выясняем сами. А кто ехал? В какую сторону? Выясняем. Мотоцикл ехал туда, да? А? Мотоцикл туда. Туда ехал, да? А он столкнулся с той машиной, да? Нет. Ну, с 7-3 столкнулся. С 7-3, да? Да. Добрый день. А кто водитель мотоцикла? У меня за трома на шестерпан. Нет, я не знаю. А? В больнице? В больнице. И получает до водителя машины. 130-й. Пьяный. Мотоцикл ехал с туго края, и Хундай. Получил на правую разоправку. Делал маневр. И шел мотоцикл. И просто сцепляет Хундай. И ушел. В жигу шестерку. Вернее, в десятку вот ушел. И вот так. С ногами. И там, я не знаю, как было. Просто удар, и человек лежит. Все. Его забрали в больницу, да? Да, да. В тяжелом состоянии? Очень тяжелом состоянии. Если можете, ребята, пожалуйста, помогите этому человеку. Я был с Богом. Я не поздравляю, я был с Богом сидел. Я говорю, очень плохо ему мужику, очень плохо. Хорошо. Если кто может продать удачу и желание помочь этому человеку, пожалуйста, помогите. Просто помогите. А вот это сидит там водитель какой-то машины Хендай, да? Нет. Во всех интернет-каналах и средствах массовой информации прошла информация о том, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения. Это не так. Сделаны заборы крови, сделаны все анализы. Сейчас он находится в больнице, его оперируют. Водитель мотоцикла был абсолютно трезвый. То, что он в рюкзаке с собой вез алкоголь, это еще не означает, что он ехал на дачу. Да, он ехал на дачу, поэтому получилась такая ситуация. Что же касается водителя в нетрезвом состоянии, в нетрезвом состоянии был водитель автомобиля Хендай. То есть вот он находится здесь на месте. Освидетельствование ему еще не проведено, но все признаки алкогольного опьянения при нем присутствуют. Спасибо вам. Спасибо. Юрий, организация Мотохелс Одесса. Спасибо. Добрый день. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Да. Так, тихо, тихо, тихо. Успокой. Так, вот это водитель. Пожалуйста, не мешайте закону служительской деятельности. Все. Значит, вот, пожалуйста. На каком основании это? Все. Мы идем, снимаем на законе закон Украины. Да, все. Значит, это... Пожалуйста, отойдите от нас. Занимайтесь своим делом. Значит, это... Сейчас вот это здесь сидит водитель автомобиля Hyundai, который зацепил этот мотоцикл, из-за чего началась это все катавасия с ДТБ. Он имеет явные признаки алкогольного или какого-то другого наркотического опьянения. Пока это свидетельство мы не проводили, но он спит и вообще, как бы, не говорит ни слова. Ну, по свидетельствам других участников, водителя мотоцикла, взяли уже кровь и у него не подтверждено вроде бы алкоголь, только что у него было с собой в сумке, но это не является нарушением. Полиция пока разбирается, все эти ДТП еще полностью выясняются. Здрасте. Здрасте. Привет. Знали? Да. Что там? Хочется. Пьяный. Хотел повернуть... Здрасте. Да. Церапия. Еще если... Если... ...почти... 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 ...безопасность. ...почти... ...почти... ...почти. Что это? А что это? В Cook. У нас интернетет. Альтернкюрова. А, интернетсет. Грек. Это авторидель ВАЗ-2106, он тоже был участником ДТП, в него мотоцикл влетел уже после того, как его зацепило Хендай. Вот автомобиль Хендай, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения. Автомобиль имеет явные повреждения, именно он первый зацепил мотоцикл, из-за которого произошло уже дальнейшее ДТП. ВАЗ-21099 В него именно мотоцикл отскочил после того, как его зацепил Хендай. ВАЗ-21099 Ну, надеюсь, полиция разберется в этом деле и виновный будет притянут к ответственности. А с водителем мотоцикла, надеемся, все будет хорошо, и врачи ему оказывают помощь, и он будет жив-здоров. Роман Моржниця, Андрей Хлопчик, Альтернатива Орг.